Привет, как дела? Сегодня в продолжении моего рассказа о первом путешествии в Европу в августе 2003 года я расскажу о последней стране посещения, это Германия, которую мы посетили на обратном пути, заехав в такие города, как Гамбург и Берлин. Напомню, что все свои рассказы я зачитываю из этого журнала, который я вела уже после своей поездки. И так как про Гамбург и Берлин здесь не написано ничего, я сегодня расскажу об этих двух городах из своего ежедневника, который я вела. Поэтому сегодняшний рассказ будет не очень долгий, но какие-то моменты и даже приключения были записаны, и я расскажу о том, что я помню об этих городах. В Гамбург мы приехали поздно вечером, на ночевку в отель Комодор. Мы дружно всем автобусом мечтали выйти погулять, посетить магазины и супермаркеты. Но, как нам сказали, в Германии люди ложатся спать в 21.00. По всему городу не было видно ни одного горящего окошка. Они все четко соблюдают правила. Сказано в 21.00 гасить свет и не шуметь. Слушаюсь и повинуюсь. Узнав, что в Гамбурге самая большая в мире улица красных фонарей, мы договорились с мальчишками пойти прогуляться по ней, посмотреть, ведь в Амстердаме мы так ничего и не увидели. Заселившись в своих номерах, мы приняли душ, переоделись и пошли гулять. Нам повезло, знаменитая улица находилась рядом с нашим отелем за несколькими переулками. Мы с Дэном, так как заблудились в Амстердаме, стали запоминать дорогу, чтобы вернуться назад. Дошли до пункта назначения и ничего интересного на улице красных фонарей не нашли. Да, народу было много, но это, скорее всего, были туристы. Путаны гуляли по улице и не поймешь, кто есть кто. Ведь даже нас с Аней спутали с ними. Когда мы переходили дорогу, нам вслед какой-то мужик крикнул Дэн потом сказал нам, вы хоть поняли, чего он предлагал? Конечно, поняли и стали сваливать от греха подальше. А предлагал он немало, как потом выяснилось. Девушки получают гонорары от 30 до 50 евро, а нам на двоих 200 давали. В общем, мы пошли обратно в отель. Утром, позавтракав, мы поехали смотреть достопримечательности этого старинного немецкого города. Заехали на Ратушную площадь, накупили сувениров, сфотографировались на фоне ратуши, покормили лебедей на озере Альстер, сели в автобус и направились в Берлин. Надо сказать, что позже я вновь таким же автобусным туром ездила в Гамбург. И там у нас было больше времени походить, поразглядывать все эти достопримечательности, пофотографировать и даже поснимать на видео. Поэтому некоторые кадры, которые я вам показываю сегодня, взяты из будущей поездки в 2007 и 2009 году. Ну а Берлин мы проехали, как говорится, галопом по Европам. Практически за два часа с экскурсией и разглядывали этот город из окна нашего автобуса. Итак, в Берлине мы проехали восточную и западную части, посмотрели эту знаменитую стену, от которой остались одни развалины. Также мы проехали через Бранденбургские ворота. У Рейхстага сделали небольшую пятиминутную остановочку, чтобы сфотографироваться и послушать немного информации от экскурсовода. Памятник солдату-освободителю, улицу под липами, Александр Плац. Надо сказать, что в этот день, 30 августа, в Берлине проходил День города. И мы постоянно стояли в пробках, так как, видимо, некоторые улицы были перекрыты. Может быть, какой-то парад проходил, может быть, какой-то карнавал. Мы, кстати, увидели авиашоу, которое было над нами, пролетали самолеты. И также мотошоу. То есть несколько сот байкеров проезжали мимо нашего автобуса. И девочки, которые снимали видео, даже что-то успели заснять. Также на некоторых остановках, где нам позволяли выйти буквально на 2 минуты сфотографироваться, мы, так как знали, что это наша последняя остановка в Европе, решили выйти из автобуса и сфотографироваться всей группой. После чего к нам еще присоединились проходящие мимо немцы. Им так понравились наши девушки, что они попросили сфотографироваться с нами все вместе. В конце поездки по Берлину мы остановились около какой-то гостиницы. Видимо, наш экскурсовод выходил там. И нам позволили сбегать в эту гостиницу в туалет. А я в это время зашла в сувенирный магазинчик этого отеля и купила маме ручку с надписью «Берлин» за 2,5 евро. Дальше практически целый день мы ехали до границы с Польшей. И так как мы планировали ехать через Франкфурт, а информация была такая, что последние три дня там буквально в пробке стоят большие грузовики, так как таможенники бастуют, мы поехали в другой город на таможню. В следующий день, 31 августа, мы доехали до границы с Белоруссией. И там уже махнули на Москву. В этот раз мы проезжали через Минск. Единственное, что мне запомнилось, на какой-то одной из главных улиц там стояли такие обелиски городов-героев. И я только проезжала и читала все наши города-героев. И это вот единственное, что я запомнила о Минске. Мы, видимо, так не через центр ехали, а вот по касательной. Несколько лет я думаю о том, чтобы съездить в столицу союзного с нами государства, в Белоруссию. И, может быть, когда-нибудь мне это удастся, и я там тоже похожу, поснимаю и поизучаю этот интересный и красивый город. Вот, в 4 часа утра мы уже были в Москве, а в 4 часа вечера у меня был поезд на Тольятти. Откуда, собственно говоря, я и начинала свое путешествие. Тогда я еще жила там. Ну, мы походили с остатками моей группы по Москве, по Красной площади, пофотографировались на Арбате. Пленка у меня уже к тому времени тоже закончилась. И мне уже Гагик также из Волгограда сфотографировал меня и прислал несколько фоток. Ну, вот такая у меня была первая поездка в Европу. Небольшая, всего лишь на 8 дней. И достаточно много интересных приключений со мной произошли в этой поездке. После этого я вместе со своей подругой Женей ездила галопом по Европу, также автобусным туром в Италию. Основное направление у нас была Италия, то есть несколько итальянских городов. Ну, и по пути, естественно, другие европейские страны. В 2007 году. Если хотите, пишите в комментариях. Позже я могу рассказать и об этой поездке. Тоже было очень много интересных приключений. И также в 2009 году мы поехали с мамой в наше большое европейское турне на 19 дней в Испанию. То есть основная часть нашего посещения была Испания и Португалия. Тоже могу рассказать, показать. Там уже я даже видео снимала. Поэтому, может быть, когда-нибудь расскажу. Пока настроения рассказывать о том, что было очень-очень-очень давно, нет. Ну, так как я на своём канале всё-таки пишу, записываю мемуары в основном для себя, то, может быть, и расскажу. Пока на этом всё. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok